Школьники – именно та категория, которая формирует будущее пауэрлифтинга и других силовых видов. В зале «Локомотива» есть возможность заниматься и тяжёлой атлетикой. Обосновались здесь штангисты недавно. Сейчас набирают группы. Сейчас в этом зале работают два тренера по тяжёлой атлетике от детской спортивной школы. Они привлекают молодёжь с 10 лет и старше. И сегодня у нас первые соревнования. Я хочу сказать, что организация неплохая, зал хороший. Мы очень рады этому залу. В первый день соревновались юноши 18 лет и младше. Команд заявилось немало – 11. Сегодня среди парней входит в моду железо, как они его называют. Идут в секции «Кто за силой, кто за красивым телом». Пойдут за фигурой, чтобы фигуру себе потянуть. Потом спорт затягивают и продолжают дальше. Профессиональный спорт уходит. Знаете, я имею и то, и то. У меня есть и красивое тело, и есть сила. Сила, её надо воплощать, реализовывать. И работать на неё очень много. Тело у тебя есть, и оно пройдёт у тебя со временем, и всё. Но есть парни, для которых красивая киношная оболочка уходит на второй план. Они хотят стать сильнее. Независимо от веса спортсмена и его первоначальной формы, первые ощутимые и видимые результаты наступают после полугода постоянных тренировок. Я выбрал этот спорт, потому что он более мужской. Я всегда бы хотел быть сильнее. И поэтому ухожу на тренировки по поварлифтингу. Мне нравится больше сила. У меня не рельеф, не красота тела, мне сила. Я занимаюсь для себя. От всей души надо заниматься. Это в первую очередь. Нельзя прогуливать тренировки. Максим Рачков и Дмитрий Ухин – единственные представители новой команды «Локомотив», стали победителями в своих весовых категориях. Парни из ДВФУ заняли первое общекомандное место. Золотые медали тут заработали Дмитрий Бобков и Владислав Петухов. Среди юношей также отличились Андрей Старух из Аграрного техникума и Илья Протасов из команды ДЮС США. Среди юниоров студенты ДВФУ также стали первыми. На втором месте – Брим и ЖТ. И на третьем – Аграрный техникум. И юноши, и юниоры в середине февраля поедут защищать честь Уссурийска на первенство Приморского края в Арсенев. Среди юноши, и юноши, и юноши, и юноши, и юноши.